Надо восстановить, просто спорт восстановить, а потом мы можем их побить, американцев, и мы их побьем. Наверное, так сказал товарищ Сталин. Да я его разделаю под орех, как он может вообще боксировать с опущенными руками. Да я его, это самое. Начал его окучивать, тут раз уклоняется, уклоняется, ударом пролетает, так, так, Виктор Павлович, где-то его чирикали, его там, чуть-чуть, это самое. Ну, успел его уклонять по печени Виктору Павловичу, и Виктор Павлович на полу. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, любители бокса, ветераны бокса, СССР, России. Вот, хотим поздравить вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, с наступающим крещением. По молодости я любил купаться, кстати, Александр вот знает, где мы купались. Ой, я хочу прям, да, гремячие ключи по Сергию Пасанов, ребята. Да, значит, всем здоровья, всем удачи, успехов, долголетия, особенно ветеранам бокса СССР, про которых я сегодня буду рассказывать. Вот, и также всем любителям бокса и тем, кто просто хочет, может, стать боксером, хочет заняться боксом. Вот, вообще, кто любит бокс, всех с праздником. Присоединяется, значит, Дед Мороз в моем лице. Друзья, дело в том, что по многочисленным просьбам, заявкам наших мужиков, Александр, мой друг, сегодня снова в гостях в нашей студии, продолжаем рассказы про боксеров всех стран и народов. Но, конечно, на первом месте стоят наши ветераны, советские боксеры, наши мужики. Ну, и через них передаем опыт, вернее, Александр передает мастер спорта СССР по боксу. И что, начинаем, друзья? Поехали! В прошлых рассказах я упомянул, значит, наших выдающихся боксеров, вот, рассказал о боксерах, которые становились чемпионами страны в 30-е годы, в 40-е, вот, до 50-х годов, значит, когда уже наши стали выступать на Олимпийских играх. Рассказывал про Королёва, про Шоцикоса, про Виктора Павловича Михайла, про Льва Марковича Сигаловича. Не успел рассказать про еще некоторых, значит, наших знаменитых боксерах. Вот, и сейчас я на них, значит, делаю, так что, особый упор. Особое внимание хочу обратить на, значит, нашего, тоже, выдающегося боксера, абсолютного, значит, абсолютного рекордсмена по числу завоеванных медалей на чемпионате страны. Десятикратный чемпион Союза, десятикратный чемпион, то есть, 10 лет он был в такой форме, в общем, ну, непостижимо 10 раз стать чемпионом Союза. Это Сергей Семенович Щербаков, наш выдающийся, значит, боксер-олимпиец. В 52-м году выступал на Олимпиаде в Хельсинки, завоевал серебряную медаль. Вот, и я тогда рассказывал предыдущих, значит, рассказывал, что наши, так сказать, боксеры обладали советской такой всеобразной техникой, потому что не было выхода на международную арену. Вот, так, немножко широкие ноги у них, там, что-то какое-то несуразное, такая некультяписная манера ведения боя, но, тем не менее, эффективная, агрессивная и ударная. Вот, и вот, когда, значит, уже начали выступать они на Олимпиаде, техника немножко поменялась. Стойка стала повыше, красивая, значит, и техника такая стала замечательной, удары посыпались, ну, такие просто там жесткие, сильные, чугунные. Так вот, Сергей Семенович Чербаков, наш, значит, первый олимпийец, завоевал олимпийскую медаль серебряную в 52-м году на Олимпиаде в Хельсинки, вот, и десятикратный чемпион. Фронтовик был ранен, серьезно ранен, значит, в ногу, стояло, значит, то, что, значит, ну, собаке консилиум, что делать с ногой, вот, и все решили, значит, ампутировать. Он говорит, не дам, ни в коем случае не дам, я боксер, я еще не всего достиг, вот, и какой-то, значит, там главврач-то в госпитале, значит, решил дать ему шанс, вылечил его ногу, и он с этой ногой пришел, значит, с фронта, долго лечился, вот, как говорят, значит, то ли полпятки у него не было, то ли какой-то части, там, ступни, там, что-то такое. Как бы попануло, возможно. Да, он там что-то подкладывал все боксерки, но, тем не менее, после этого несколько, много раз еще был чемпионом страны, то есть, вот такой, значит, феноменальный, значит, боксер, естественно, нащербаков. Вот, в 75-м лет он умер. В Москве, да? В Москве, да, 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 прожил, ну, 75 лет, имея такие ранения, и, значит, фронтовое прошлое. Наш, значит, самый такой выдающийся боксер, 10-кратный чемпион Союза. Далее, далее, два брата Огуренковых. Виктор Иванович Огуренков, старший, нет, он не старший, Евгений Иванович старший, и Евгений Иванович Огуренков, два брата. Евгений Иванович Огуренков, тоже феноменальный боксер, 9-кратный чемпион Союза, вот, 71 килограмм боксировал, и, мало того, что 9-кратный чемпион Союза, значит, в среднем весе, он умудрился, умудрился стать абсолютным чемпионом страны в тяжелом весе. То есть тогда еще в каком-то году, то ли в 36-м, то ли в каком-то, значит, ну, качество в 36-м, значит, допускали из средневесов, значит, к абсолютному первенству. Если он хочет, пожалуйста, готов, давай. Да, 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 и вот этот, значит, Евгений Иванович, значит, выиграл у всех, и в финале, значит, обыграл, значит, обдурил, значит, оббоксировал, тоже нашего выдающегося боксера грузинского, Сандрон Новосардова, огромный такой грузинский боксерус, с таким лицом, таким мафиози итальянского, большое лицо лошадиное. Еще раз повтори вот этого грузинского. Вот такое вот лицо лошадиное, огромное, с таким вот носом. Как зовут? Сандрон Новосардов. А, Сандрон Новосардов. Сандрон Новосардов. Это извечный соперник был. Королева, как и Шоссеков, как и Михайлов. Вот, ну, это такое вот чудовище такое, оно доброе внутри. Вот, так вот, наш, вот этот, ну, не наш, а оба наши, вот, Евгений Иванович Агуренков выиграл, выиграл просто без сомнения, без всего, значит, выиграл, стал чемпионом абсолютного первенства. Вот, потом, кажется, значит, запретили, значит, выступать с средневесом, потому что, не знаю, почему, то ли вы... Средневесом бьет тяжелый. Как-то непонятно было, средневес, значит, если тяжелый, то они должны между собой тяжелый бьется. А средневес выигрывает, то это, ну, это все непонятно. Вот, значит, скорость. Да, да, да. Было один, видимо, чемпионат или несколько, вот, когда допускали средневесом, потом все это запретили. Ну, видимо, получилось, что цирк какой-то получается, что это скоростные, блин, иди, не знаю. Да, да, да. Огромный грузинский, значит, тяжеловес, он ничего не мог сделать этому средневесу. Вот, выдающийся. Брат его, Виктор Иванович, которого я очень хорошо знал, он работал у нас тренером, возил у нас в лагеря. Такой здоровый, такой фактурный дядька. Тоже уникальный, значит. Но уникальность его заключалась в том, что он не был боксером. Он не был боксером, но стал величайшим тренером. Человек, который 15 лет, только вдуматься, 15 лет стоял у руля сборной страны. Под его руководством, значит, наша сборная, наши боксеры добились самых наивысших результатов на Олимпийских играх. По два, по три чемпиона Олимпиады было. Призеров много было. В командной первенстве практически постоянно наши были первые. Общая команда первенства по боксу на Олимпийских. Наши выиграли и становились первыми. Потому что по три чемпиона становилось. Потом призеров много было. И вот благодаря заслуге только вот этого нашего, не только, но благодаря заслуге Виктора Ивановича Огуренкова. Когда мы спрашивали, Виктор Иванович, а вы-то что выигрывали в боксе-то? Он так как-то, значит, посмеялся. Так вот, по ушам тебе так часто. Иди, как сынок, тренируйся. Ну, мы так что-то пропускали тоже мимо шеи. И все это спрашивали у других тренировок. А Виктор Иванович, что он вообще достиг-то в боксе? Они так со вдохом. А ты, говорит, иди спроси Виктор Ивановича. Ну, чтобы не получить, так сказать, по ушам. Так вот, шутка, конечно, все это. Мы как-то это все не стали спрашивать. И, естественно, спрашивали у Сеголовича. Олег Иванович, ну, все-таки, да не был он боксером. Не был он боксером, а стал тренером. Треновал своего брата, который стал выдающимся боксером. А потом в 15-е он стоял у руля сборной. То есть он старше своего брата, да? Нет, Евгений Иванович, боксер, он старше. Этот, кажется, 15-го года, а тот... Нет, этот 12-го, а тот постарше. Ну, два года их разница. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть их, значит, разница. Вот, вот такие два брата были выдающиеся. Вот, далее, о чем я, значит, упустил, значит, в тех рассказах. О Королеве хотел рассказать, а еще немножко, так сказать, о Николае Федоровиче. После войны закончилась война, значит, люди стали возвращаться с фронта. Значит, соревнования какие-то устраивались. То есть все, вот, наши победили в войне. Сильная армия, все как, значит, самая... Подъем такой, и началась, значит, холодная война. Холодная война, и политика тут уже мешается со спортом. Вот, не знаю, насколько это правда, насколько нет, но это нам рассказывал Лев Марк Костеголович, мой тренер. Что в каком-то году, значит, кто-то то ли в спорткомитете, то ли предложил сам Королев. А почему не встретиться с великим американским профессионалом Джо Луисом, о котором, значит, я буду рассказывать потом про боксеров-персоналов великих. Вот, и как-то загорелись наши, так сказать, спортивные функционеры, спортивные боссы. Да, а может, опять же, я говорю, что было это или нет, может, этого и не было. Но тем не менее, слух этот шел. Если бы это было в газетах обсуждалось, то американцы бы сразу писали, а-а-а, там испугался русский, там, вон, значит, я напишу, а он не мог. Поэтому это было все кулуарно, это было, может, обсуждали полюберовцы, как и по СС, там, тренерский штаб. Вот, тем не менее, значит, не стали организовывать этот бой, потому что политика. Потому что политика, так сказать, ну, я думаю, что все-таки, если бы эта встреча была бы, и была бы на, так сказать, высшем уровне, я думаю, что Николай Федорович Королёв там, конечно, был бы, досталось бы так хорошенько, потому что тот был, конечно, Джо Луис величайший боксер, который, так сказать, который и ставит где-то на первое место в деле Мохаммеда Али и его, из лучших всех боксеров, так сказать, времен и народов. Вот, поэтому встреча не состоялась, и слабо, что не состоялась, потому что если бы, так сказать, Джо Луис побил бы нашего боксера, то есть тут мешала бы политика американская, вот, видите, мы какие, мы, мы везде сильные, мы везде, мы ей скажем, что и войну выиграли, Вторую мировую, как они сейчас говорят, а тут еще и чемпион наш отлупил вашего чемпиона, поэтому слава богу, что этого не случилось, значит... Это в каком году они ходили? А, это послевоенные годы. А, это еще при Сталине. Да, это при Сталине. То есть вот 47-48 годы. Да, да, да. Ну, ходили слухи, что сам Сталин и наложил вето на этот бой. Пока не надо. Королев, конечно, там, хотел выступать. Да, 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 да. Но товарищ Сталин сказал, что, конечно, наверное, это еще не время, что надо выступать там. Надо восстановить там экономику, надо восстановить там просто спорт восстановить, а потом мы можем их побить, американцев, и мы их побьем. Наверное, как сказал товарищ Сталин. Да, ну да. Вот, значит, еще хочу рассказать, значит, немножко. Виктор Павлович Михайлов, я про него рассказывал. В 30-е годы, он в 40-м году закончил выступление свое, вот, уйдя непобежденным. И в 30-х годах, это, опять же, нам рассказывал Сигалович, Лев Маркович, к нам в Союз приезжал какой-то чемпион мира, какой-то чемпион мира, но, скорее всего, не американский, потому что там немножко были другие у нас отношения с американцем, какой-то европейский, то ли полутяж, то ли тяж. Значит, он приехал, и Виктор Павлович увидел его тренировку, сказал, да я там его там вот эту самую разделую там под орех, там это самое, как он боксит, как может так очень боксировать, с опущенными руками, там вот, и я его там, это самое. Вот, ну, хорошо, значит, это самое. Не помню, кто это, чего и что это за боксер. Вот, пытался найти, но, видимо, это было настолько законспирировано, потому что в 30-е годы наш бокс только возрождается, и какой-то приехал там чемпион мира, там это самое, где-то что-то это самое, Сигалович рассказывал. И устроили такой спарринг-встречу. Вот, тут, значит, лысый, такой нагло постриженный, блестящий этот, вот, белый, белый. И вышли, и наш Виктор Павлович начал его окучивать, вот, раз, раз, уклоняется, уклоняется, вот, ударом пролетает, так, 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 Виктор Павлович. Еще те 30-е годы, вот. И Лев Маркович такой, ну, и что? И наш Виктор Павлович на полу, вот. Мы его, конечно, подняли, вот, это самое, он рвался в бой, да я еще в следующем, это, ну, это эйфория у меня была, после такого, на каждую песню пропустили. Потом, конечно, не было никакого желания встречаться. С трюссаналом. С трюссаналом. С трюссаналом. Да, с трюссаналом. С трюссаналом. Не мог он прочувствовать, что это такое. Вот, с опущенными руками, вышел, лысый, пропускал, ударил, тут, и бам! По печени. То есть это в первом раунде? Наверное, да. И Виктор Павлович, наш, так сказать, знаменитый, великий, Виктор Павлович Михайлов оказался на полу. Вот. Техника другая. Да, совершенно, я как вот отмечал, что это техника, это небо и земля. Это совершенно другая подготовка, совершенно все другое. В этом, друзья, вот на этом я закончу про наших выдающихся боксеров 30-х и 40-х годов. И плавно перейду уже на 50-е годы наших олимпийцев. Друзья, друзья, давайте немножко я пыл такой нашего гостя чуть-чуть остажу. Встретимся в следующем фильме. Держите форму, ребята. Не удар, а форму. Да. А сколько по времени? Выключай, Светка. Окей.